МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Прежде всего, я рад поздравить присутствующих с праздником и поблагодарить организаторов этого замечательного мероприятия за то, что они меня пригласили. Это очень приятно и интересно. И прежде чем я начну говорить о своих предметах, это репрезентация игр, игрового поведения, прежде всего, шахмат, поскольку мы все ближе и ближе к шахматам. В еврейской художественной мемуарной литературе это мой, собственно, основной предмет. Я позволю себе продолжить ту линию, которую начала моя многолетняя друг и коллега Мария Каспина, и сказать, что, вообще говоря, полевая собирательская работа, в чем Маша уверена гораздо больше, чем я, и одновременно интерес к художественным текстам, позволяют очень сильно расширить наше представление о мире традиционной культуры. В частности, Маша начала с каких-то странных идей по поводу прыгания через костер на пурьем. Я хочу сказать, что у горских евреев, которые, вообще говоря, ираноязычны, и в культуре которых до сих пор, как и вообще на Восточном Кавказе, сохраняется очень мощный, зероастрийский, связанный с огнем, субстрат, до сих пор принято, что маленькие дети до, соответственно, Батмитсва и Бармитсва ходят в лес, зажигают костер на пурьем и прыгают через огонь. Так что это вот талмуд среди нас, просто здесь и сейчас. Что касается игры в орехи. Поскольку мы все ближе... Маша пропагандировала здоровый образ жизни, то немногое здоровое, что было присуще еврейским детям. Игра, связанная с катанием и бросанием орехов, это явно спортивные игры, а не интеллектуальные или азартные, то есть на свежем воздухе. В частности, один из мемуаристов начала 20 века пишет, что рядом с нашим городом был холм зеленый, и туда на Лакбоймар ходили дети гулять, и там, значит, на зеленой мураве. Ну, Лакбоймар – это однодневный перерыв в хедерных занятиях, и пикники часто, что-то вроде пикников устраивали. И там играли в орехи, они катали их в траве. Очевидно, речь шла о том, что вот еще один способ играть в орехи, вырыть ямочку, и кто, значит, ну, вот ее туда закатит. Орех – что-то вроде кракета, да? Но это здоровая спортивная игра. Между тем, с орехами можно было играть нездоровые, вазартные игры. И мы опять об этом знаем из художественной и мемуарной литературы. Игра, потрясающая своей, как бы сказать, интеллектуальной наполненностью. По сравнению с ней даже Дрейдл кажется чем-то гораздо более сложным. А именно, значит, играют двое. Банкующий, не глядя, захватывает прикрышню орехов из мешка и кладет их в какой-нибудь, во что-нибудь. Чаще всего для этой цели использовалась ермолка. Одного из двух играющих, да? А, значит, второй должен угадать. Орехи положены без счета, не глядя. Это, конечно, не грецкие орехи, а мелкие лесные. А второй должен угадать, сколько там орехов, четное число или нечетное, да? Соответственно, если он угадал их четное число, он забирает орехи себе. Если не угадал, то выигрыш достается, ну, как бы сказать, тому, кто держит банк. Так, в частности, вот эта могучая игра описана, например, в замечательных мемуарах Эхевского котика, где дети так играют, мальчик с девочкой, причем мальчик для этих занятий интеллектуальных предоставляет свою ермолку. И, значит, эта игра описана в одном рассказе Шелмалэхама, где некий не очень умный молодой человек так играет сам с собой, перекладывая орехи из правого кармана штанов в левый, и, в конце концов, сам себя обвиняет в журничестве, и сам себя, значит, дает по этому поводу по физиономии, вот, наказав себя за нечестную игру. Между прочим, видимо, это занятие было, обладало не только вот таким, значит, корпоративным качеством, как азарт, но и некой мощный, являлась некоторым мощным дидактическим инструментом, потому что всякий раз, когда мы встречаем традиционное описание Пейсаха, Сейдер Пейсах, да, Пейсаха у нас уже близко, через месяц ровно, готовьтесь, значит, запасливые домохозяева закупались большими мешками орехов, потому что игра в орехи, детям во время Сейдера выдавали орехи, значит, игра в орехи гарантировала то, что маленькие дети не заснут во время Сейдера до финальных благословений, это было важно, и как бы не рассчитывая, так сказать, на силу Божьего слова, их вот таким образом, значит, давали им возможность не спать, досидеть до конца ритуальной трапезы и всех текстов, которые в это время произносятся, да, так что вот игра, как бы, это, в общем, такая очень важная история, что из чего-то дурного можно извлекать что-то хорошее, а между тем, мы говорим с вами сейчас об азартных играх, прежде чем перейдем к шахматам, шахматы – странная штука, они занимают какое-то такое межумочное положение между чем-то заведомо нехорошим и чем-то заведомо хорошим, это такой, в сущности, это такие сумерки, да, вот мы не очень понимаем, как нам к ним относиться, вообще говоря, еврейская традиция относится к азартным играм однозначно плохо, и в этом она не оригинальна, оригинальна она, пожалуй, в том, почему она осуждает азартные игры, значит, ну, прежде чем мы к этому осуждению перейдем, мы скажем, что, вообще говоря, игра, как некоторое осуждаемое времяпрепровождение, может рассматриваться как часть того, что называется в культуре антиповедение, соответственно, есть всегда выделенные моменты для рекреации, когда антиповедение оказывается предписанным, и если мы нарушаем норму, не тогда, когда нам захотелось ее нарушить, а мы ее нарушаем обязательно предписанным способом, то таким парадоксальным способом мы эту норму укрепляем, да, а вообще говоря, мы понимаем прекрасно, что вот нарушение норм, связанных с запретом на азартные игры, оно, конечно, приурочено не столько к фурям, сколько к хануке, воспоминания о хануке, значит, всегда сопровождаются упоминанием карточных игр, масса есть источников, и очень интересно сегодня, мы видели замечательный образец самодельных карт, но самодельные карты были всегда, причем вот в российском этнографическом музее, к сожалению, у меня нет фотографий, удалось достать, есть очень хорошая колода самодельных еврейских карт девятнадцатого века, евреям традиционные карты не нравились, ну, хотя бы потому, что там есть такая странная мазь, которая называется, значит, крестья, это как-то не очень понятно, как такое, руки-то взять можно вообще, да, поэтому делали карты к хануке сами, вот, и это было, конечно, типичное антиповедение, в пурям придавались другим запретным удовольствиям, среди которых самое запретное, это было карнавальное режение, связанное с ней травесте, вот, значит, сегодня, благодаря усилиям, значит, вот, любезного, нам всем и шкалота, мы, значит, вот эту, как бы традицию в полной мере, вот сейчас все вместе осуществляем, то есть, разговаривая об играх, мы таким образом пурям переодеваем в хануку, это тоже такая форма карнавального поведения, да, делаем все правильно, вот, значит, в хэндауте, который вот любезно подготовили организаторы, есть некоторое галактическое рассуждение, честно мной украденное из интернета, но это действительно очень хорошая сводка всех возражений против азартных игр, подготовленные некоторым современным равеном, грубо говоря, возражения идут всегда по двум линиям, да, одна группа возражений заключается в моральной критике азартных игр, дурацкое, пустое времяпрепровождение, значит, пустая трата сил, времени, денег, которые можно было бы потратить на какие-то благие цели, то есть, в общем, такие общечеловеческие рассуждения не очень оригинальные, да, гораздо интереснее та критика, которая носит такой, как бы сказать, типичный галахический, казуистический характер, очень нетривиальный, да, очень нетривиальный, да, значит, выигрыш в азартные игры приравнивается к такой очень специальной, татламудической, плохо понятной с точки зрения современного права категории правонарушения, которая называется асмахтом. Кроме говоря, решет вот о чем, садятся два человека играть в какую-то игру, каждый из них имеет намерение выиграть и забрать деньги у другого, да, в конце концов, выигрывает только один, забирает у другого, у проигравшего деньги, как бы против его воли, как бы против его воли, вот это и называется асмахта, и это некоторое правонарушение, которое приравнивается к чему-то вроде кражу, да, к чему-то вроде кражу. Понятно, что здесь есть некоторая сложная ситуация. Интересно, что первые в Талмуде замечания на этот счет появляются в трактате Рожешана, там, где речь идет о том, от кого можно принимать свидетельство о том, что наступило значит, новолуние, наступил новый месяц, наступил новый год, потому что до того, как были составлены календарные таблицы, это делалось путем прямого свидетельства. Так вот говорится, что как раз казалось бы, причем тут наступление нового года и азартные игры, говорится, что нет, есть некоторые категории граждан, свидетельства которых в таком важном деле, как, значит, определение календаря, приниматься не может, потому что дрянные они люди, вера им нет. Это те, кто играет в азартные игры, и те, кто забавно, да, значит, участвуют в тотализаторе, ставят на бегах или там на голубей, вот. Дрянные они люди, вера им нет, соответственно, их клятвы приниматься, их свидетельские показания приниматься не могут. Ну и дальше, естественно, с этого места прихотливая таламудическая мысль начинает рассуждать, а, собственно, а почему люди, которые играют в азартные игры, нехороши? Да, нехороши. Дальше, собственно говоря, у нас есть коллизия, потому что на протяжении длительного времени в общем и целом раввинистическая мысль плохо относится к играм, а простые, трудящиеся, а также не очень простые евреи относятся к играм хорошо. Это нормальная ситуация, да. Вообще говоря, перечисление запретов на протяжении, там, двух тысяч лет, это вообще такая очень известная вещь в антропологии, да. Если из года в год, из столетий в столетие какая-нибудь практика оказывается запрещенной, каждый раз пишутся новые постановления, законы, запрещения и так далее, да, то мы из этого всегда делаем вывод о том, что, видимо, эта практика продолжает существовать, эти запреты не действуют. Скажем, мы знаем, что католическая церковь на протяжении долгих веков запрещала совместное терапезование, значит, христиан с иудеями. И каждые, там, не знаю, несколько десятков лет, они это запрещение подтверждали. Очевидно, это свидетельство о том, что люди разных вероисповеданий, будучи стихийными интернационалистами, продолжали выпивать и закусывать вместе, да, а, значит, поэтому все время надо было снова и снова запрещать. Так и тут. Значит, все время новые и новые галахические авторитеты запрещают разного рода игры, но одновременно идут на некоторые смягчения. Они говорят, ну да, ну хорошо, но если играют, ну пусть играют, ну как бы не на деньги. А если на деньги, то пускай не под расписку, а платят наличными. Ну хорошо, но играют, ну пускай играют для удовольствия, а в общей сущности грешниками подлинными являются профессиональные игроки. Вот какая-то начинается такую слабину давать. Время от времени, конечно, находятся какие-нибудь ригористы, как, собственно, крупнейший галахический авторитет рубежа, там конца 19-го, начала 20-го века, известный под названием своего сочинения как Хафетсхаем, который говорит, что дурно поступают люди, которые играют в карты, и даже те, которые играют на хануку. Ну вот, кстати, о желании как бы невинность соблюсти и капитал приобрести. Очень интересно, как эта проблема, потому что здесь есть некоторое напряжение, решалась применительно к карточной игре на хануку. Это был освященный веками народной обычай. И что бы по этому поводу не говорил всеми уважаемых Хафетсхаем, евреи играли на хануку в карты как бы всегда. Очень содержательно, очень тонкие в смысле перечисления деталей мемуары Ихескила Котика, очень забавно показывают, как эта проблема решалась в семейном быту. Там большая семья, все беззаветно играют на хануку в карты, на самом деле они на хануку играют. Они начинают играть в карты за месяц до хануки и дуются целый месяц. Ну они это, тренируются. Это такая своеобразная ограда вокруг Торы, да. Но они всякий раз говорят, что они играют не для себя и не от себя и не за себя. Они собирают маленьких детей, ну такого младшего хедерного возраста, да, там семи, восьми, пяти лет. И говорят, что каждый из них выбирает себе патронируемого ребенка и говорят, что он играет, они играют по маленькой, конечно, как бы это сказать. Это ведь своего рода кавана, да, кавана. Вот они его берут в кавану, как бы они берут намерение. От него, соответственно, выигрыш, выигрыш отдается этому маленькому ребенку на все те же орехи, конфеты там и другие хнука. Это и есть, собственно, его ханук и гэлт. То есть ему выигрывают ханук, ну или проигрывают, знаете ли, если ребенку не повезет. Вот что бы, значит, не считалось, что они в этом ищут себе корысть. А теперь, вот, собственно говоря, давайте перейдем к главной теме нашего разговора – к шахматам. Шахматы – странная игра, и еврейская традиция никогда не могла определить свое внутреннее отношение к этой игре. С одной стороны, было понятно, что это занятие для интеллектуалов, а интеллект всегда был в еврейском мире самостоятельной ценностью, важной культурной ценностью. С другой стороны, все, в общем, понимают, что это некоторая трата времени и растрата некоторой интеллектуальной энергии, которую желательно тратить на какие-то более полезные занятия. Например, вот на изучение той или иной важной религиозной литературы. С третьей стороны, да, все понимают, что шахматы – это не есть азартная игра. Кроме того, шахматы – это был тот мост, который можно было перекинуть между еврейской и нееврейской культурой, еврейским и нееврейским миром, да. Евреи очень поздно включились в общеевропейский интеллектуальный рынок, ну, в сущности, только в середине, в массовом, в середине во второй половине 19 века, да. Но вот шахматы – это было то поле, я прошу прощения за очевидный коллабор, на котором могли христиане и иудеи всегда встречаться, и они могли как бы щеголять своими сильными шахматистами. И несколько позднее, уже в конце 19-го, начале 20-го века, дальше я об этом скажу подробнее, мы видим, что есть вот пионерами, пионерами еврейского проникновения в общеевропейскую, или в мировую, или в современную, как хотите, модерную культуру, оказывается, три категории людей, и это три карьеры, которые, вообще говоря, позволяют еврею вырваться из символического, а в Российской империи и реального, так сказать, правового гетто. Это врач, традиционно почитаемая в еврейском мире профессия, это музыкант, ну, там, очередной Яша Хейвиц, и это шахматист. Это три человека, это три типа занятий, которые, как бы, вот, пионеры медронизации. Все остальные физики, кибернетики, филологи и юристы – это потом. Вот, как бы, передовой отряд – врачи, музыканты, шахматисты, да, первые культурные герои чего? Еврейского просвещения, Гаскалы, те люди, которые могут продемонстрировать блеск, так сказать, интеллекта, силу еврейского интеллекта для европейцев, да. В этом смысле, конечно, у шахмата появляется еще одно очень важное культурное измерение – шахматы отчетливо ассоциируются с Гаскалой. Просвещенный человек играет в шахматы. Человек, который совмещает в себе традиционные ценности и хорошее знакомство, любовь, интерес к новой европейской культуре играет в шахматы, да. И кто у нас, собственно, отец просвещения? Мозес Мендельсон – самый, да, первый еврей, чьи интеллектуальные достижения равнозначимы и для европейской культуры и литературы, и для каких-то внутренних очень важных культурных процессов, которые идут в еврейском мире, да. С кем дружит Мендельсон? Мендельсон дружит с немецким просветителем, теоретиком культурой и драматургом Готхольдом Эфраемом Лессингом. Знаменитейшая картина изображает Лессинга и Мендельсона, играющими в шахматы, да. Вот над этой доской, да, не стелена, не стеудея, и, так сказать, вот та метафора, которая, собственно говоря, начиналась сегодняшнее наше обсуждение, Авраама и Бенезра, да, черненькие и беленькие оказываются уравнены. Кстати сказать, по поводу Эдома, Семен, вдруг я подумал сейчас, ты абсолютно прав, что это как бы история реконкисты или вот подогреваемая, да, но главная ведь спесь христиан была в том, что подлинные старые христиане, а не вестготы, они рыжие. Рыжие – это вот, 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 понимаешь, как бы там цвет кожи – вещь дискуссионная, но мавров и евреев рыжих не бывает, поэтому красный цвет был чрезвычайно маркированным именно вот в этом перенейском противостоянии. Ну хорошо, мы возвращаемся к нашему сюжету. Самый главный у нас еврейский писатель натурально шелмалейхом, это, как говорится, никто не отменял и уже не отменит, слава богу, я думаю. У него шахматы встречаются в его творчестве, упоминаются достаточно часто. Есть два очень сильных описания человека, который играет в шахматы. Первое – это портрет его собственного отца, который был странной смесью маскила и ортодокса, человеком и традиции, и нового времени. Он подробно описан в автобиографическом романе, собственно, последнем незавершенном сочинении шелмалейхом из ярмарки, фоном Ерид, где все время говорится о том, что отец был страстным шахматистом. И интересно, что когда он был уважаемый человек, его мнение было весомо в их городе, где они жили, в Переяславе, и когда им там понадобился новый раввин, который заодно еще и с детьми там занимался, и отец определял, кого пригласить к ним в город в качестве такого наставника молодежи, он выбирал вот этого самого молодого человека по разным критериям. Он как бы был тем представителем общины, который заказывал музыку. В том числе было важно, чтобы вот этот новый, так сказать, интеллектуальный деятель, интеллектуальный лидер, который прибудет в это местечко, умел играть в шахматы. Это был критерий, потому что я хочу, чтобы у меня был интересный, сильный шахматный партнер. И они были настолько этим делом увлечены, что когда отец писателя Шолома Рабиновича, будущего Шоломолыхом, там вынужден был, там такая трогательная сцена, значит, отъезда его надолго из родного города, по всяким там торговым делам, прибегает, значит, вот этот молодой раввин и говорит, что вот я вас умоляю, там, задержите ваш отъезд на час, мы с вами сыграем последнюю партию, вот вы уедете, мне не с кем будет нормально играть, здесь больше нет нормальных партнеров, да? То есть вот эти новые люди, люди, пытающиеся совмещать традиционные ценности и новые европейские видни, а, как мы понимаем, это и есть, собственно, та модель, за которую ратовал Мендельсон, да? Для них шахматы являются некоторым знаком, неким символом, неким гербом, который отличает их от менее, скажем, сложно устроенных единоверцев, да? И у Шаламалаихама есть поздний рассказ, который называется «От пасхи до кущи», «От пэйса до сокис», да? «От пэйса до бессокис», который целиком посвящен шахматной проблематике, да? Этот рассказ в некотором сокращении приведен в вашем хэндауте, в вашем хэндауте. Значит, сюжет там очень простой, есть некоторый человек, представитель, как, как... Там, собственно, пропущена вводная некоторая часть, где описывается личность наратора. Как очень часто это бывало у Шаламалаихама, этот рассказ представляет собой монолог с вводной частью, где описывается наратор, странный человек, чудак, фрик, человек, который 24 часа играет в шахматы, человек, который, там, не знаю, испортил себе жизнь, карьеру, репутацию, потому что ничего, кроме шахмата, его не интересует, он носит... Он как полубезумец, на самом деле, да? Он носит фамилию Рубинштейн, и он, собственно говоря, рассказывает дальше эту шахматную новеллу, которая у вас приведена в хэндауте, и говорит, что все Рубинштейны всегда были шахматистами, да? История такая, что его дед был замечательным шахматистом и часовщиком. Его слава, как шахматиста, далеко гремела по губернии, к нему в гости приезжает некий важный начальник, барин, пороц, весь в орденах, играет с ним в шахматы, и тот его, значит, обыгрывает под орех, тот говорит, что ты сильный игрок, ты самый сильный игрок в моей губернии, ты самый сильный игрок у нас в России, я тебе доложу царю. Это губернатор. Значит, губернатор прибывает в Петербург, при случае сообщает о чудо-шахматисте в маленьком местечке в его губернии, царь говорит, ну покажите. Значит, приезжают те самые стражи, хватает несчастного, кидает там это самое, потому что, ну раз царь велел привезти, что там, собственно, церемонится, привозят во дворец, показывают его царю, царь говорит, ты, вот у меня тут лучше всех в шахматы играешь, ну я. Ну хорошо, я на тебя посмотрел. Его вышвыривают из дворца, дальше у человека очень большие неприятности, как он вынужден срочно бежать из Петербурга, потому что, естественно, у него нет права жительства, как он должен добраться, значит, мучительно до родного местечка. И, в общем, рассказ называется «От Пасхи до Кощи», потому что все это, значит, безумное приключение, на него, как бы, угроблено, как вы понимаете, полгода, да, от, так сказать, начала счета месяцев до новолеции. Вот. Значит, история, которая заслуживает некоторого обсуждения. В ней есть некоторые интересные повороты, о них я сейчас в двух словах и скажу. Первый поворот – выбор фамилии. И это Рубинштейн. Значит, люди, которые лучше меня разбираются в шахматах, а это нетрудно, потому что я в шахматах не понимаю ничего, знают эту фамилию, потому что это один из величайших шахматистов, один из величайших, так сказать, шахматистов современности. Человек, который претендовал на шахматную корону, на звание чемпиона мира по шахматам, внес огромный вклад в шахматную теорию, так, по крайней мере, об этом говорит прозорливая Википедия. Его имя гремело, значит, в Европе десятых годов, перед Первой мировой войной. Он был выходцем из бедной еврейской семьи в Ковенской губернии. Он написал, между прочим, первый шахматный такой, современный научно-шахматный текст на еврейце. И очень характерно, что после многих тяжелых приключений он оказался в Западной Европе, где, в общем, сошел с ума. Он прожил очень долгую жизнь, причем последние несколько десятилетий своей жизни провел в сумасшедшем доме, оставшись легендой шахматного мира. Таким образом, выбер фамилии Любинштейн, и вот изображение, вообще говоря, шахматиста, как фанатика и безумца, она здесь совершенно не случайно шла малыхом, ориентируется на знаменитого шахматиста, еврея, выходца из местечка, чье имя гремит по всей Европе вот в десятые годы, да? Первое. Второе. Профессия этого самого просвещенного, гениального шахматиста, героя шахматной новеллы, да, вот нашей. Часовщик. Человек, который, с одной стороны, владеет некоторым тонким искусством, тонким искусством, да, а с другой стороны, в общем, отчасти бесполезно. Ну, скажите мне, пожалуйста, ну, зачем нормальным людям нужны часы? Вообще, у нормальных людей есть часы? Ну, хорошо, ну, вот на колокольне, там, в ближайшем монастыре колокол звонит, солнышко по небу ходит. Ну, что, вы не знаете, когда вам надо читать там шахрис мин хумеры? Что, зачем вам часы? Это как бы это тонкое, сложное, уникальное, знаете, часовщики не сапожники, их мало. И абсолютно бессмысленное и бесполезное искусство. Человек, который занимается шахматами, должен быть часовщиком, часовщик должен быть шахматистом. Здесь есть какая-то сложная семантическая рифма. Ну, и, наконец, мы с вами видим параллель к шахматной новелле Шаламалейхама в текстах. Да, значит, прежде чем мы дальше двинемся, еще я скажу два слова, значит, о том, что шахматы были необходимым атрибутом еврейского просвещения Гаскалы, значит, мы с вами видим из еще одной очень важной для Гаскалы еврейского просвещения в России фигуры. И это шахматная... Вот мы сегодня... Началась наша встреча с некоторой шахматной поэмой. Да, это шахматная поэма «Акраб», которую написал на иврите выдающийся деятель еврейского просвещения в России, директор Равинского казенного училища в Житомире, Яков Эхенбаум, родной дедушка великого русского литературоведа Эхенбаума, а Эхенбаум внук про Эхенбаума деда написал прочувствованный мемуар, фрагмент из которого тоже есть в вашем хиндауте. Таким образом мы видим, что вот эта история, да, человек, занимающийся просветительством, просвещением и как некоторой формой жизни, и как идеологией, и как способом, так сказать, некоторой работой, да, с ним необходимым образом связаны шахматы. Если мы вспомним, что вообще говоря, в отличие от Германии, Гаскала в России имела очень умеренные успехи, то есть это были люди не столько популярные, сколько странные, вызывавшие большое, вообще говоря, противодействие, люди, которые успели сесть между всех стульев, потому что они оторвались от традиционной среды, и, значит, одновременно они, как бы сказать, не нашли утешения в своих детях. Давайте хоть посмотрим на биографию того же Эхенбаума. Она трагикомична. Он был сыном очень крупного, так сказать, богатого и такого ультраордоксального мяснагида из Замостья, Замоще, это центр, так сказать, вот такой антихасидской оппозиции в Восточной Европе, настоящего талмудиста, стал просветителем, человеком, который осознанно исповедовал вот европейские, немецкие, вот эти мендельсоновские ценности, за что папа его проклял. Сын Якова Эхенбаума стал врачом. Это хорошая карьера, закончил университет. И, значит, в какой-то момент по большой любви женился на девушке из дворянской русской семьи, дочке адмирала, для чего вынужден, естественно, был креститься, иначе брак не мог быть законным, и папа его проклял. Сам, значит, Борис Эхенбаум вырос в медицинской семье, у него еще был брат Всеволод, Всеволод Волин, тоже у меня очень удивительная фигура. Значит, отец надеялся, что сыновья будут врачами, и отдал их на медицинский факультет. Значит, Борис сбежал на историко-филологический, против воли отца и лишился отцовской поддержки и содержания, а Всеволод стал крупнейшим... Крупнейшим Всеволод Эхенбаум, значит, под именем Всеволод Волин, стал крупнейшим деятелем международного анархизма, теоретиком, а потом и практиком этого дела. Он был политкомиссаром в армии батьки Махно. И, значит, Эхенбаум врач своих сыновей проклял. Это, вообще говоря, четыре поколения. Мы понимаем, что в семье Эхенбаумов это был семейный спорт. Проклинать детей. Вот. Какое-то у вас, по-моему, я жуткие вещи рассказываю. Какое-то у всех пуримское настроение совершенно. Вот. Так что вот сложно это все как-то с шахматами. Да, так вот мы все-таки вернемся к шахматной новелле Шелома Лейхама. Значит, человек демонстрирует чудеса интеллекта, обыгрывает губерматора в шахматы, царь хочет его видеть, его притаскивают в Петербург, через что он имеет, говоря по-еврейски, многоцоростых, большие неприятности. Где мы находим... Мы понимаем, что у нас есть ощущение, интуиция, что это совершенно фольклорные сюжеты. Действительно, у нас есть два параллельных сюжета. Первый, который, очевидно, приходит в голову всякому человеку, который немножко сведущий в русской литературе, это Левша. Левшу хватают за шкирку, Платов его, помните, везет жутким образом в Петербург, скрученным на дне коляски, на него сапоги поставив, его привозят во дворец, там хотят чуть не казнить, потом он доказывает... В общем, конец там был плохой, печальный. Теперь смотрите, что сделал Левша? Он подковал блоху, он совершил нечто неслыханное, небывалое, невозможное, совершенно бесполезное. Совершенно бесполезное. И еще в вашем хэндауте вы увидите замечательный анекдот из пушкинских тейблтокс. Некий молодой офицер наизусть знает свяцы. Это весь доходит до Потемкина, его вызывают в ставку Потемкина, он с дикой скоростью эстафетами мчит в ставку, в течение 10 минут Потемкин его экзаменует и говорит, ну пошел вон. Удивительное умение, только непонятно зачем. Вот вся эта конструкция шахматной навалы показывает нам, что шахматы что-то очень амбивалентное. Это способ сделать карьеру, стать вот тем самым Рубинштейном, значит, стейницем там и так далее, звездой мирового уровня. И в то же время какая-то нелепая безделка, это нелепое какое-то времяпрепровождение. Собственно говоря, и правда, слово шахматы, как видовое понятие, вкладывается в родовое понятие. Игра. Игра. Ну так вот у нас сегодня такой день, пурим, давайте играть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok